здравствуйте мои дорогие друзья хочу сегодня вам рассказать очень такую вот неприятную историю как я получила заказ от вал berries я вам уже рассказывала что ариша решила подарить мне на день рождения пижаму она мне перед днем рождения позвонила говорит вот хочешь вот такую хочешь такую хочешь такую я и говорю давай уже совсем такую новогоднюю не надо хотя я сделала глупость надо было все же другую заказывать и я говорю вот эту вот серенькую такую нежненькую с этими с елочками солежка солежками короче ариша заказывает мне пижаму она ее получает и 30-го когда приезжает ко мне поздравлять меня привозит мне эту пижаму и вечером когда я уже справилась с делами я решила пижаму посмотреть я вам уже рассказывала я не помню что я вам рассказывала но здесь это будет продолжение я ее достаю там пижама девочки на слона пижаму ариша мне заказывала 50 размер я вообще по размеру 48 но 50 потому что я всегда стараюсь взять на размерчик так как бы больше чтобы пусть немножечко будет свободнее если надо можно там чуть-чуть подшить а уже с маленького никак ариша не смотрит получает пижаму она ее не смотрит не разворачивает как она была так она мне ее привозит вечером я открываю пижама девочки на слона в нее можно войти вместе с моим зимним пальто я конечно в шоковом состоянии ведь прошло уже несколько дней или не то что несколько пока ариша значит получила потом там наверно дня четыре прошло может пять пока они ко мне приехали меня поздравлять я говорю ариша считай дни и пиши сразу быстренько заявку на возврат ариша говорит ты мне сфотографируй это все сфотографируй там как надо это вот этот ценник как она сложена в к в пакетике все я опять ее сложила я ее померила но я даже вам показывать не буду потому что это такой ужас это такой ужас я не знаю как можно положить пижаму на 50 размер и c на ценнике понимаете там ценник картонный на самом бирке ничего нету она пустая она пижаме она на картонном наклеен еще один ценник вот на нем только написано написано 50 размер поэтому неизвестно что там было снизу и что там заклеивали в общем я ее померила она мне оказалось до колено ну можно предположить что значит все вещи шьют на рост 180 а не такое как у меня метр пятьдесят три но она же и по ширине на три меня со штанами та же самая проблема я сфотографировала себя конечно я вам не покажу потому что самой страшно смотреть на эту фотографию и ариша сказала значит выслала есть фотографии говорю пиши быстренько отказ возврат ариша написала два дня мы ждем ничего ответа никакого нету я нервничаю наконец-таки приходит ответ сейчас я вам прочту ответ ой девочки это не ответ а просто так здравствуйте обращаем ваше внимание так перевернись обращаем ваше внимание что данный раздел предназначен для оформления заявок на проверку качества товара при обнаружении производственного брака после закупки вернуть товар надлежащего качества вы можете самостоятельно или с помощью курьера в течение 14 дней с момента покупки в случае если сохранены его товарный вид потребительские свойства не было в употреблении то есть отсутствие каких-либо признаков эксплуатации по истечении данного строка возврат по причине не подошел размер фасон цвет длина и т.п. невозможен надеемся на ваше понимание с уважением компания вал берез вот такой вот ответ мне прислали ну прислали это ариша потому что она всем этим занимается она заказывала и она этим занимается я расстроена конечно но тут все общее я значит нахожу это самое алису и у нее спрашиваю сколько дней должно можно может пройти мне она высылает новый такой как это сказать в общем в общем почитать новые новые правила и там вал берез уже добавил 21 день но здесь об этом не ну не не гу-гу значит я говорю ариша пиши опять она написала еще раз проходит еще два дня присылает точно такое же повествование ну и мы решаем что скорее всего что это отвечает робот потому что уже наверно люди и получая второе прошение должны были что-нибудь ответить уже нормальное они просто вот это вот такие вот условия их тогда аришка значит я говорю ариша я не знаю что делать но с пижамой надо что-то что-то делать потому что если бы она была допустим мало мне еще бы я могла я говорю я могла бы подарить аришки или лены потому что мы все худенькие у нас нету никого таких больших и толстых я измеряю пижаму пижама на 56 размер я не знаю как можно было 50 наклеить на 56 размер пижамы я говорю пиши опять она значит нашла там что-то на вал берез какие-то вопросы и написала туда написала все как что она купила мне что она мне подарила что это самое что я утопилась в ней выслала туда все эти самые все данные но на сей раз похоже уже отвечал человек но я перед этим как она это уже там написала и сказала что мне написала девчонки я была я была я даже не знаю как что вам сказать я была в бешенстве я я была вся на нервах потому что купить вещь который вот заведомо подсунуть мне вещь которая мне совершенно никуда вообще никуда отдать ее в ремонт это самое это надо полностью переделать и обрезать по сторонам и обрелась снизу да там и это самый вырез этот получается потому что не на не вот такой вот а вот такой вот ну вот штаны переделать это точно я говорю никто за три копейки это ничего не стал бы переделывать я подрезала рукава в мастерской в байке уже от порта и только надо было пришить это я заплатила порядочно а тут переделать всю пижаму думаю да зачем мне это надо весь вечер я не могла заснуть я все время думала 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 почему так почему вот такое вот безобразие почему вот так вот относится к людям ведь мы смотрим мы покупаем у них и тем более у меня это уже второй раз я говорю прошлый раз я получила тушь совершенно сухую и и тоже я как-то так вот подошла к этому когда я ее получала сама она была не полностью за запломбирована так вот как прошлый раз у меня а просто вот так вот обтянуто чуть-чуть этой самой тоненькой этой вот пищевой пленкой и все у меня сразу подозрения были но думаю ай но не буду я открывать ее там ну должна быть она хорошая посмотрела на срок годности до две тысячи двадцать пятого года думаю ну что не мог же ее кто-то еще заклеивать а дома посмотрела тушь сухая и второй раз да еще такое вот с пижамой это вообще это вообще издевательство вот короче потом уже самое утро мне ариша написала что она там написала третье 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 написала говорит я третье написала а потом еще сверху четвертая вот все фотографии говорит выслала утром если я снимала это видео девчонки в тут бы наверное я говорю клочки плетели по закоулочкам как я была зла как я была расстроена вот но когда мне уже ариша сказала как она что она написала и пришел ответ что мол сейчас будет рассматриваться это все значит до семнадцатого числа уже до семнадцатого не не два дня до семнадцатого числа будут рассматривать так сколько дней тогда пройдет если они до семнадцатого теперь они будут рассматривать с тридцатого даже до семнадцатого получается сколько семнадцать дней восемнадцать дней а если вот как она уже сейчас писала пятого все равно двенадцать все равно двенадцать дней ой в общем в общем в общем кошмар в общем кошмар девочки надеюсь что это все решится в лучшую сторону и мне вернут деньги за эту пижаму вернут конечно и хариш а не мне она заказывала но все равно но все равно и должны она написала что что у нее двое маленьких детей она не может ездить туда сдавать чтобы прислали курьера и курьер забрал на на отправку вот как у меня с платьем так было вот так что так что теперь будем ждать я немножко конечно успокоилась уже надеюсь что все решится положительно но не может быть иначе я же ее не носила я ее не померила примерила только вот как кому-то получать я говорю аришка что что не посмотрела и и она говорит я не сама получала говорит я кости попросила у меня был еще заказ на эту самую на форму для выпечки еще что-то детям она заказала говорит он поехал во время обеда привез мне это все я говоря дома почему не посмотрела и говорит она хорошо было упаковано думаю но я не думала что вместо 50 пришлют пятьдесят шестой поэтому вот так вот вот так вот проверяйте всегда проверяйте получаете товар на валберис надо никогда нельзя верить надо обязательно вскрывать и смотреть у меня сейчас честно говоря уже отбила желание что-то на валберис заказывать я тут посмотрела что вы знаете мне что-то захотелось мозаику эту как она алмазная называется я как-то было заказывала этого николая угодника я ее так быстренько сделала мне понравилось понравилось этим заниматься сама эта картина мне понравилась она у меня висит на кухне я постоянно вижу ее перед собой здесь как-то некуда было повешать но среди картинок вот этих вот вышивок как вот она не очень а там вот именно вот это вот место как будто так и надо было я за столом когда сижу и когда готовлю меня сразу она бросается в глаза вот а тут я видела очень интересную картину с этим с морем морем так бушующие пальмы такое к такая красиво продано дорогущая на 30 рублей на нее я не рискнула вот а другую видела 19 рублей но думаю на этом самом на нету на карте ни копеечки ни копеечки нет на карте денег и айти сейчас в банк совсем не хочется вы знаете у нас такой мороз если позавчера было плюс 4 то сегодня у нас минус 16 и это вот так вот неожиданно сразу так вот холодно холодно я даже за газетой не хочу выходить у меня четверга лежит газета в ящике и мне лень одеться выйти за забрать эту газету но надо наверное надо это сделать может там что-нибудь интересненькое есть вот так что вот так вот мои дорогие обязательно обязательно все проверяйте прямо в пункте не доверяйте не доверяйте потому что там химичит а потом вот добиться правды очень сложно вот четыре раза оришка уже писала и и все никак они никак не могут с этим делом разобраться и даже фотографии посланные фотографии даже пижаму я это разложила положила сантиметр сфотографировала видно что она сколько она сантиметров вот они это самое они 50 не 50 ты размер вот но в смысле ого-го вот и это самое и бирки все сфотографировала но в принципе их там не так уже и много вот это вот бирка на на шее пустая совершенно и и бирка вот это вот картонная которая заклеенная вообще странное какое-то вот это вот обозначить обозначение все поэтому все надо проверять ничего нельзя даже если не примерить то просто хотя бы посмотреть на эти на эту вещь которую вам прислали потому что есть не добросовестные продавцы вот все мои дорогие на сегодня все будем ждать решение вопроса моего когда что будет конечно я вам обязательно расскажу но на сегодня все вот такое вот у меня получилось видео не очень приятное не очень интересное но вот такая вот у меня жизнь ставьте лайки пишите комментарии я всегда их читаю очень многие пишут мне теперь такие большие комментарии и вы знаете мне очень нравится вот как-то как будто вот сижу с подругой и общаюсь и меня 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 чему-то учит меня че что-то рассказывают мне это очень нравится все спасибо спасибо за ваши комментарии до свидания встретимся в следующем видео